Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, Шалам Алейхам! На этой неделе в соответствии с еврейской традицией изучается недельная глава, которая называется Мишпатим. Это отрывок из книги Исход, начиная с 21 главы 1 стиха и заканчивая 18 стихом 24 главы. По сути, в нашей недельной главе есть ряд законов, которые регламентируют взаимоотношения между людьми, будь то рабы, женщины, старейшины или руководители. Помимо этого, есть и несколько духовных интересных законов. Законы, регламентирующие празднование шаббата, субботы, закон шлашар и галим, это законы о трех праздниках, на которые человек должен был совершить паломничество в Иерусалим, Законы о молоке и мясе. В конце мы видим обетование земли, книгу завета и вторые скрижали. Вот такая недельная глава. Разумеется, сегодня мы не планируем поговорить обо всем, что в ней написано. Речь пойдет только о первом из записанных здесь законов. Но давайте сначала прочитаем 1 стих 21 главы. И вот законы, которые ты должен предложить им. В еврейском языке стоит слово в эле, в русский переведено как ивод. И мудрецы обращают внимание, что Соединительный Союз указывает на связь с предыдущей недельной главой, в конце которой были даны 10 заповедей и заповедь о строительстве жертвенников. Вообще на страницах Торы мы насчитываем три категории законов. Первые законы, которые называются законами свидетельства, идут. В основном к ним относятся законы о праздниках или каких-то особенностях еврейского народа. Следующие законы, которые называются Мишпатин, что тоже переводится как законы, но подразумеваются законы, которые понятны нашему разуму, как правило, регламентирующие жизнь между людьми. Например, не убивай, не укради и так далее. Третий тип законов, так называемые Хуким, законы, которые носят непонятный или иррациональный характер, как, например, закон о том, что пепел именно рыжей телицы омывает от ритуальной нечистоты. Так вот, в нашем случае, в этом тексте используется слово Мишпатин, которое, к слову сказать, и дало название нашей недельной главе. При этом толкователи обращают внимание, что в данном случае это слово пишется с определенным артиклем Гэй. То есть, по мнению толкователей, это указывает на огромную важность тех законов, которые следуют далее. И вот первый из наших законов, второй стих, 21 главы. «Если купишь раба еврея, пусть он служит шесть лет, а на седьмой год он должен стать свободным без выкупа». Очень интересная ситуация. Вообще у нас весьма искаженное представление о рабах. Мы, как правило, слыша это слово, вспоминаем картинку, как люди трудятся до изнемождения на какой-то работе, часто прям там и умирая. На самом деле, в древности в рабство попадали чаще всего за какие-то долги, или если человек проворовался, его могли отправить в тюрьму, пока он не выплатит, или он, или кто-то из его родственников, его долг. То есть получается, что человек оказывался в этой ситуации из-за своей любви к чему-то земному, и он либо украл это, либо занял столько, что не смог вернуть. И это привело его в ситуацию, когда он становится рабом. В древнем мире, как правило, такой человек трудился в рабстве до тех пор, пока он не выплатит весь долг. Но совершенно другое подразумевается на страницах Торы. Интересно, что наши мудрецы, толкуя этот текст, говорили, если ты приобрел раба, это все равно, что ты приобрел господина. Почему? Потому что, согласно Торе, о рабе нужно было заботиться не хуже, чем о себе самом, обо всех сторонах его жизни. Очень часто такие рабы были как часть твоей собственной семьи. Итак, Тора нам говорит, что этот человек должен служить шесть лет. Цифра шесть на страницах Танаха – это не просто цифра, это символ Божьего хеседа. Хесед – это слово, которое чаще всего переводится в русский язык как милость или как благодать. И мы с вами знаем, что это одна из важнейших характеристик Божьих. И из этого текста мы видим еще вот что. Задача этого служения – не вернуть долг. Как правило, человек оказывается в рабстве, если его долг за шесть лет вернуть невозможно. Дело в том, что задача Торы – научить человека, что такое милость Божия, открыть перед ним эту милость. Мы с вами прочитали, а на седьмой год он должен стать свободным без выкупа. К слову сказать, цифра семь тоже непростая. Это символ святости Божьей. Например, седьмой день – шаббат, святой день. То есть получается, что Бог прощает, милует человека, независимо от размера его долга. И хозяин этого человека, если этот человек верующий, если он хочет быть похожим на своего Бога, если он хочет поступать так, как Бог от него этого требует, то он тоже милостив. В третьем стихе мы с вами читаем такие слова. Если он пришел один, пусть один и уходит. А если женат, пусть вместе с ним уйдет и его жена. Тут важно понять, что, в общем-то, это немножко странная ситуация, когда получается, что человек, который дал другому в долг, остается фактически без прибыли, да, ну сколько-то ему отработалось, но если ему были должны гораздо больше, он ничего с этого не мог поиметь. И, собственно, тот человек, который пришел работать, он, по сути, к концу шестого года оставался ни с чем. В нашем тексте написано «пришел один». В еврейском языке здесь стоит слово «бегуфо», что можно перевести так «в теле его», то есть ни с чем, ни с какой прибылью, без ничего, с чем пришел, с тем и ушел. Если у него была жена, то она уходила вместе с ним, может быть, какие-то пожитки в виде одежды на нем, но никакой прибыли. Более того, мы читаем с вами, что даже если господин его дал ему жену, и у них родились дети, то и жена, и дети остаются с его господином, а не уходят с ним. Интересно, реагируя на это, Медраж говорит о том, что на седьмой год раб свободен, но он имеет возможность продолжить работать у этого же господина, уже для того, чтобы заработать денег. И по сути он становится наемником, дабы выйти оттуда, он не вернулся в свое прежнее состояние безысходности и не вернулся снова к той проблеме, от которой он уходил. В пятом стихе мы с вами читаем такие слова. Но если раб заявит, я люблю своего господина, свою жену и детей, и не пойду на волю, стоит задуматься, при каких обстоятельствах могло произойти такое, что человек мог полюбить своего господина. Прежде всего понятно, что речь идет о хозяине, который является верующим, ибо неверующий не стал бы соблюдать заповедь о седьмом годе и не отпустил бы его. Только в том случае, если господин любит Бога и стремится исполнять его заповеди, он наверняка заботился о своем рабе, так как это было положено в соответствии с Торой. И вероятнее всего, раб понимал, что сам он о себе подобным образом позаботиться не может. И тогда он может захотеть остаться. Однако Тора говорит о том, что одного желания для этого мало. В шестом стихе мы с вами читаем такие слова. То пусть хозяин приведет его к судьям и подведет его к двери или к дверному косяку, пусть хозяин проколет ему ухо шилом, и тот навеки останется его рабом. Интересно, что в нашем переводе стоит слово судьи, всенадальным к богам. Однако в еврейском языке здесь стоит слово алюим, которое используется прежде всего к Богу, подчеркивая его функцию как судьи. И действительно, если задуматься, то судьи земные в Израиле должны были заботиться, должны были быть выразителями воли Божьей на земле. А значит, место, в котором они заседали, было место для суда праведности. Интересен оборот, который мы здесь с вами видим, подведет его к двери или к дверному косяку. На самом деле мы прекрасно знаем, что бывает косяк без двери, но не бывает двери без косяка. Ну, то есть она просто не выполняет тогда свою функцию. Но на самом деле самое главное заключается в том, что именно косяк двери предназначен для мезузы, который во исполнении заповеди Божьей начертаны слова Бога. Мы с вами говорим о том, что мы исполняем заповедь, Шма Исраэль, слушай Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. И, возможно, вы помните, что именно на косяках дверей была наносима кровь пасхального ангца во время выхода еврейского народа из Египта. Именно с этого началось искупление первое. Человек, который поверил словам Божьим, переданным им через Моисея, и помазал косяки дверей кровью ангца, только таковой имел возможность выйти из Египта. По сути, в этом законе мы тоже имеем дело с верой. Как вы знаете, вера приходит к человеку от слышания. Именно поэтому прокалывают ему ухо. И кровь этого уха, подобно крови пасхального ангца, символизирует веру этого человека. Так вот, о чем же этот закон? Этот закон о том, что если человек жил без веры, ориентируясь на жизнь этого мира, и оказался из-за этого в рабстве у верующего человека, то он имеет шанс, имеет возможность научиться у Господина жить верой, и это определит его судьбу, независимо от того, уйдет он куда-то дальше или останется со своим Господином. Да благословит Господь и нас научиться ходить перед Господом с верой. Вашим Ешим, Амин.